Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах прошли съемки очередного ток-шоу. Впервые на них пригласили телезрителей, они принимали участие в обсуждении тем. Руслана Мишина прокомментировала уход своего бывшего мужчины. «Не сказать, что я рада его уходу, я скорее даже расстроена. Все-таки это был самый близкий для меня человек на проекте. Благодарна судьбе за то, что мне выпал шанс познакомиться с этим уникальным человеком». Глеб Жемчугов оценил свою возможную измену жене Ольге. Как вы помните, недавно у них в семье был скандал из-за привольного общения Глеба с Сашей Харитоновой. Поцелуй с ней он объяснил с цинической необходимостью. А теперь же Глеб сказал, что и на интим с другой женщиной, если этого потребует от него режиссер, он готов согласиться за приличное вознаграждение. Миллион рублей его вполне устроит. Более того, Глеб уверен, что жена за такие деньги сама поможет ему приготовиться к интиму с другой. В передаче «Беременные» показали роды Даши Пынзарь. Семья Пынзарей близка к своим поклонникам и не скрывает от них ничего. Даша и Сергей даже пригласили на роды съемочную группу, чтобы показать, как появился на свет их малыш. Рождение нового человечка было таким трогательным, что плакали не только родители Давида, но и, судя по комментариям, все зрители шоу. Кроме того, только зрителям шоу «Беременные» удалось увидеть личико новорожденного и решить, на кого же похож младший сын Пынзарей. В сети ходят слухи о беременности Саши Гозиас. Ее подруги проболтались, что у Саши задержка две недели. Однако результатами тестов на беременность она пока ни с кем не делится. Беременности можно объяснить ее частые истерики и скандалы без повода. Саша не торопится обсуждать эту тему с Костей Ивановым. Поговаривают, что Гозиас поддерживает связь с бывшим мужем. И эта связь, вполне возможно, не только дружеская. Поэтому в встает вопрос, кто же отец будущего ребенка. А Костя Иванов уехал во Владивосток. Он наслаждается отдыхом в кругу родных и близких. Костя пишет «Я дома. Первое, что я делаю – бегу за машиной. Мой конь ждал меня два месяца». Также Костя проводит время с сыном. Он делится фотографиями с ним. Поклонники отметили, что малыш очень милый и красивый и похож на своего папу. Стало известно, что нового участника Александра Михалева привела на проект Наталья Бичан. Саша ее давний знакомый и позвала на его для пиара. На своей странице в соцсети Бичан активно пиарит Александра и приглашает всех на его концерт. Ну а для зрителей они разыграли целую историю. Якобы Саша выразил симпатию Натальи, уговаривал ее стать участницей проекта. Кстати, и сама Бичан в свое время попала на телепроект по знакомству благодаря дружбе с Надей Ермаковой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!